И снова здравствуйте наши уважаемые подписчики и просто прохожие! С вами вновь канал Ниан Геймс и я, Тоника! Думаем ни для кого не секрет, что на текущей стадии гейм-индустрии с ее разнообразием жанров очень сложно придумать что-то действительно новое и уж тем более шедевральное. Особенно это трудно тем разработчикам, которые проживают на территории бывшего Советского Союза. Вот и приходится отечественным девелоперам брать-декопировать идеи своих иностранных коллег. В большинстве случаев подобные заимствования получаются, мягко говоря, плохо. В надежде урвать свой кусок пирога популярности, а за одной приличной суммы бабла у игроков, нам предлагают что-то вроде Блудбас Кавказ, Аллодзе Онлайн, С-Зон Онлайн да огромную кучу никому не нужных инди-аркад на убогом билде Юнити Энджин. Но в данном выпуске пары слов мы поговорим, пожалуй, о том редком явлении, когда отечественный копипаст не только выполнен хорошо, но и способен даже потягаться с буржуйским оригиналом. И название такого клона – Space Rogue, который является духовным наследником успешной во всех смыслах Faster Than Light, разрабатываемой украинскими девелоперами из RedBit, и который 14 мая перешел в стадию раннего доступа в Стиме. Что из себя представляет данная игра, а также стоит ли она потраченных времени и 12,5 долларов, особенно на текущей стадии раннего доступа сразу после «Внимайте!» и потому «Внимайте!» Space Rogue – гибрид космической тактической стратегии, RPG и симулятора исследования процедурно-генерируемого космоса, разрабатываемый, как и говорилось ранее, украинскими независимыми разработчиками из RedBit, в чьих рядах выходцы из таких небезызвестных студий, как Nival, GSC, Crytek и даже Ubisoft. Самым известным проектом данной студии является Tower Defense Prime World Defenders, которая однозначно must-have. В Space Rogue игрок выступает в роли капитана небольшого, но крайне стильного космического корабля, который вместе со своей командой не только путешествует по рандомно-генерируемой вселенной, но и выполняет главную сюжетную миссию. Стоит сказать, что при каждом запуске новой игры подобные задачи отличаются друг от друга. Так, в первый раз вам предстоит банально предотвратить вторжение инопланетных захватчиков, в другой раз отомстить за гибель друга, похитить чертежи мощного супероружия из рук злодея, уничтожить флот фанатиков и все в том же духе. К слову, никто не запрещает забыть о главной миссии и начать просто путешествовать по вселенной. Каждая такая вселенная — это набор из секторов, в каждом из которых находится различное количество планет, по которым игрок перемещается. Войдя на орбиту какой-либо из планет, есть огромный шанс нарваться на какое-либо событие, в основном боевое. Так вы можете встретить пирата, охотника за головами, корабль взбунтовавшегося искусственного интеллекта, других разумных существ и Аид знает кого еще. В редких случаях можно попытаться либо договориться, спугнуть незваных гостей или вовсе избежать боя, покинув сектор, но чаще всего боя не избежать. И вот тут начинается основная тактическая составляющая игры Space Rogue. В каждой схватке участвуют лишь два космических корабля, расположенные друг напротив друга. Победа присуждается тому, кто быстрее уничтожит в ноль, либо корпус вражеского корабля, либо весь его экипаж. Для этого необходимо вести точечные удары по различным отсекам противника. Таких отсеков, в зависимости от типа корабля соперника, несколько, и каждый из них отвечает за ту или иную роль. Уничтожьте какой-либо сектор корабля противника, и вы не только повредите сам корабль, но и значительно снизите его боеспособность. Так, при уничтожении отсека щита, противник некоторое время не сможет сгенерировать этот самый щит, делая свой корабль еще более уязвимым. Уничтожьте оружейную, и враг не сможет вас атаковать. Попадите по секции жизнеобеспечения, и экипаж соперника начнет задыхаться. Или пробейте врагу двигатель, лишая его любой возможности убежать. И все в том же духе. Но не стоит забывать, что противник немолчаливая мишень, и сам может неплохо вас так потрепать. Так что стоит внимательно следить и за состоянием своего корабля, посылая в поврежденные отсеки членов своей команды. К слову об экипаже. Помимо незаменимого капитана, гибель которого сулит поражение, игрок волен нанимать несколько человек в команды, которые делятся на инженеров и воинов. К счастью, вне зависимости от класса, все они способны как атаковать, так и чинить поврежденные отсеки. Однако, воин, что логично, более приспособлен к уничтожению вражеского экипажа при абордаже, а инженер более склонен к ремонту. Так что всегда стоит стараться иметь в своем подчинении и тех, и других. Говоря о капитане, он не просто тупой бот, которого нужно постоянно оберегать, а самостоятельная ремонт на боевая единица, которая, помимо прочего, улучшает работу отсека, в котором находится. То есть, находясь в вооруженной, будет уменьшено время перезарядки, в щитовой регенерация щита значительно возрастет, в командном центре разрешено будет чаще использовать картриджи, специальные умения корабля, будь то моментальный ремонт выбранного отсека, невидимость, усиленный выстрел или поджог выбранной части вражеского корабля. И все в том же духе. К слову, несмотря на бои в реальном времени, имеется в Space Rogue реактивная пауза, благодаря которой можно перевести дух и продумать дальнейшие действия. Помимо стычек с врагом, игрок может наткнуться и на различные небоевые случайные события. К примеру, ученые попросят протестировать на вас изобретенное ими оружие, или хитрый пират предложит раскрыть вам координаты грузового судна с ценным грузом. За деньги, само собой. Или вы можете оказаться на космической ярмарке с огромным выбором способов траты и заработка ваших кровно заработанных кредитов. Или же у вас просто может случиться пожар на корабле. И все в том же духе. Вариантов событий даже на текущей стадии раннего доступа просто огромное множество. И при всем этом, при повторении какого-либо из них, итог будет постоянно меняться. Единственное, что можно узнать заранее, атмосфера планеты, где либо из-за туманности снижается скорость юнитов, либо из-за сильного излучения рядом находящейся звезды возможного сгорания, либо метеоритный шторм будет постоянно наносить урон как игроку, так и сопернику. За подобную непредсказуемость игре и разработчикам огромный плюс в карму. За выполнение миссии, уничтожение противников и событий игрок зарабатывает опыт и кредиты. Опыт, что логично, повышает экипаж в уровне, однако, что важно и может даже неудобно, новый уровень необходимо покупать за кредиты. И до тех пор, пока вы его не приобретете, выше по уровню члены команды расти не будут. Кредиты, помимо прокачки персонажей, необходимы на покупку оружия, умений корабля, а также найм новых членов экипажа. К слову, приобрести их можно бесплатно и при выполнении случайных событий или после стыщек с противником. Но наиболее ценное можно купить лишь на особых базах, которые в зависимости от типа, военные, следовательские и так далее, имеют различный набор товаров для продажи. И где, к слову, можно починить потрепанную обшивку корабля, ведь у нас тут нет какой-либо регенерации после боя. Самым ценным в игре, помимо прокаченного экипажа, бесспорно является оружие. Видов их десятки, и каждый из них не только различается друг от друга по характеристикам, урон, перезарядка, точность, бла-бла-бла, но и по типу урона, с различной эффективностью против щитов или корпуса корабля. На своей шкуре проверено, что не стоит брать в свой арсенал оружие с одинаковым типом урона, из-за которых максимум, что вы сможете сделать, это снести противнику щиты без урона по корпусу, когда при перезарядке враг успевает этот самый щит восстановить. По умолчанию игрок может брать с собой лишь две пушки одновременно, однако при прокачке самого корабля их количество с различным уровнем возрастает. Помимо боевых систем можно прокачивать щиты, повышая их запасы скорость восстановления, двигатель, прочность корпуса, эффективность лечения медотека, командного центра для эффективного использования картриджей и все в том же духе. Улучшаются системы корабля за специальный ресурс – тританиум, который добывается с планет при помощи зондов. Подобная добыча минерала – это мини-игра а-ля Сапер, где игроку необходимо открывать специальные клетки с надеждой на то, что именно под ней будет желанный минерал в максимальном количестве. В случае неудачи можно наткнуться на пустые камни, нестабильный тританиум до трех штук, который затем взрывается, нанося урон корпусу корабля. Или же ловушку, когда не только теряется весь заработанный в первой попытке тританиум, но и наносится урон по кораблю. И если корпус вашего корабля упадет в ноль или во время стычки погибнет капитан, игра будет окончена полностью и никаких вам сохранений. И тогда начинай игру заново, но в этот раз с новой задачей. Или же вы можете начать свою игру, настроив под себя буквально все, начиная от размера вселенной, стартового капитала, шанса выпадения тританиума и его количества, заканчивая собственным уроном оружия и количеством жизнью противника. Но даже при полном унижении в настройках соперников всегда есть шанс того, что вы нарветесь на какого охотника за головами, который расщепит вас в пыль с одного выстрела. Но даже подобная частая смерть от буквально всего не раздражает, а вызывает желание вновь вернуться в этот мир, переживая с каждым разом новые события, случайности и забавные ситуации. Говоря о технической стороне Space Rogue, то стоит похвалить разработчиков за превосходную и крайне стильную визуализацию, которой не мог похвастаться Faster Than Life. И это при том, что в данный момент используется устаревающая четвертая версия Unity Engine, при помощи которого все равно удалось сделать игру яркой, оптимизированной, детализированной и которая не раздражает глаза какой-либо кислотностью или пиксель-артом. Особо порадовал саундтрек от Владислава Исаева, который органично вписывается в сеттинг космических приключений и который действительно окунает в атмосферу и геймплей с головой. Не забываем мы и про недостатки обозреваемых нами проектов, и увы имеются они в Space Rogue, но к счастью недостаток всего один, да и тот временный, ведь не стоит забывать, что проект на момент создания данного ролика находится в стадии раннего доступа. И вот самым значимым недостатком текущей версии игры является невозможность покупки или же создания новых кораблей. Однако, как сообщили разработчики, в будущем планируется открытие новых типов космолетов с достижением уровня каунта, который зарабатывается после каждого завершения игры, вне зависимости от результата, победы или же поражения. Что касается создания собственных кораблей, вполне возможно, что будет встроенный редактор с уже имеющейся поддержкой мастерской Steam, но это все лишь в будущем, ближе к релизу, дата которого, увы, пока неизвестна ни нам, ни разработчикам. Возможно, к недостатку можно отнести довольно высокую стоимость, почти 13 долларов, но тут как посмотреть. С одной стороны, отдавать такие деньги за инди-игру без мультиплеера глупо, но с другой стороны, имеет смысл поддержать рублем отечественного разработчика, который пусть и в каком-то смысле плагиатит, но все же делает это качественно и с душой. Как бы то ни было, в вопросе стоимости ответы вы дадите себе сами. Подведем итог. Space Rogue – прекрасный представитель редкого жанра космических исследований, начало которому дал гиперпопулярный Faster Than Light. В достоинствах – процедурно-генерируемая вселенная, напичканная по самое небалую разнообразными случайными событиями, прекрасные и довольно сложные тактические сражения, понятная система прокачки, уместный саундтрек, стильная оптимизированная картинка и анимация, довольно приятная и гибко настраиваемая сложность. Из недостатков – лишь отсутствие кастомизации или выбора корабли на текущей стадии раннего доступа и, возможно, слегка завышенная цена. Но как бы то ни было, для отечественного разработчика проект более чем прекрасен, и который способен подарить немало часов атмосферного космического приключения и уместного бомбежа от постоянных неприятных игровых ситуаций. И, как итог, всем фанатам космической тематики неповторимых при каждом прохождении приключений брать обязательно, даже на текущей стадии раннего доступа, ибо уже сейчас контента действительно много, а это уже достижение, согласитесь. Напоследок хотим поблагодарить разработчиков из RedBit за предоставленные для обзора ключи, а также пожелать им удачи в дальнейшей разработке. И на этом по Space Rogue на данный момент все. Если вам понравился ролик, оставляйте ваши комментарии и большие пальцы вверх. Подписывайтесь, если вы у нас впервые на канал, добавляйтесь к нам в Твиттере и в Стиме. Также настоятельно рекомендуем вступить в нашу группу ВКонтакте, где Бриариус периодически выкладывает не только различные новости, но и свое мнение о различных сериалах и событиях в игровой и околоигровой индустрии. Все ссылки, как обычно, в описании. Спасибо всем за внимание, с вами были Ньянгеймс и Тоника. До встречи в новых видео! Редактор субтитров А.Семкин